Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем разбирать мод Альтера Хаб. Сегодняшний выпуск будет посвящен разбору подмода Energy Solutions. Потрясающий подмод, включающий в себя самые разные варианты решения проблем энергообеспечения, начиная обновленными реакторами и заканчивая такой новой фишкой как гидрогенераторы. Первую часть гайда про базис мод Альтера Хаб вы можете найти сейчас в правом верхнем углу экрана, ну а я продолжаю. Устраивайтесь поудобнее, с вами канал Играриум, приятного просмотра. Итак, мод предоставляет целый ряд разнообразных энергопостроек, по которым мы сейчас пройдемся по порядку. Первая такая постройка это новый переработанный биореактор. Помимо своей крутой внешности, он обладает и рядом других преимуществ. Его можно разместить как вне базы, так и внутри нее, причем в отличии от ванильного биореактора, его не обязательно ставить по центру многоцелевой комнаты. Питается он по классике жанра от любой органики, но если вам все-таки наскучило собирать кислотные грибы по всем безопасным отмелям, то в местном интернет-магазине вы можете заказать специальное биотопливо, которое достаточно долговечное, а самое главное очень удобное. Для любителей использовать альтернативные источники энергии, мод предусматривает использование солнечных панелей. Они куда красивее, мощнее, но и дороже своих ванильных аналогов. Накопить 450 тысяч кредитов нужно еще постараться, однако один раз поставил и больше никогда не вспоминаешь. Очень важная ремарочка, все покупается в интернет-магазине, а устанавливается посредством строителя. Только посмотрите на уровень проработанности мода. Солнечные панели поворачиваются вслед за солнцем. Это еще раз свидетельствует о том, что создатели очень любят игру. Еще одним альтернативным и невероятно крутым источником электроэнергии в данном моде является гидрогенератор, который использует потоки воды в качестве источника электричества. Я не знаю, как до этого не додумались раньше, но черт возьми, это же очевидно. Термальная энергия имеет место быть ближе к концу игры на самой глубине. А вот движение потоков воды всегда было, есть и будет. Ибо это океаническая планета и в большей или меньшей степени оно здесь присутствует всегда. И таким образом запитать базу в той же затерянной реке станет в разы прочее. Ну и последним видом генератора, который добавляет этот мод, является ветрогенератор. Колоссальная штука, которая использует потоки ветра в качестве источника электричества. Причем, используя слово колоссальное, я ни в коем случае не преувеличиваю. Генераторы строятся через сборщик транспорта, а их размер равен размеру пусковой установки Нептуна. Вернее, в самом начале строится комната с центром управления ветрогенераторами, а уже затем в самой комнате на панели управления достраиваются последующие платформы. По сути, это целая наводная база с неиссякаемым запасом энергии и модульным вариантом постройки. На платформах можно размещать внешние модули, а сам центр управления можно обставить модулями внутренними. Так что, если вы хотели кровать, клумбу с цветочком, либо же аквариум, всегда пожалуйста. Лично я еще не встречал настолько проработанного мода, такое впечатление, будто бы это не сторонние мододелы, а разрабы, которые выпустили DLC. На этом с новыми генераторами закончено, запитывайте базы чем больше нравится. Однако сам подмод включает в себя еще парочку интересных полезностей. Например, энергохранилища в 10 тысяч единиц, которые можно разместить на базе. Согласитесь, мы не всегда тратим всю ту энергию, которую производят реакторы. Большая ее часть просто-напросто пропадала, рассеивалась в неизвестном направлении, но теперь эта ошибка исправлена. Теперь у нас есть пауэрбанк, который будет сохранять наши кровно заработанные электрончики. Невероятно полезная штука, ценность которой сложно переоценить. Теперь дальше. Добавили новый улучшенный и переработанный энергопередатчик. На тот самый случай, ежели мы захотим запитать дистанционно расположенные элементы базы. Пользоваться всем этим добром не составляет особого труда. Один передатчик ставим в точке А, другой передатчик ставим в точке Б. Первый настраиваем на отправку энергии, второй на ее получение. Ну и собственно усё. Считайте электричество у нас в кармане. Естественно, чем дальше передатчики расположены друг от друга, тем меньше конечная мощность, однако все это можно улучшить посредством специальных модулей, покупаемых опять-таки в интернет-магазине. Поэтому, как говорится, устанавливайте и пользуйтесь. Ну и последняя фишка этого подмода, это универсальная зарядная станция, которая может заряжать до 10 батареек и энергоячеек одновременно. Невероятно полезная штукенция, особенно на поздних этапах игры, когда с севшими энергоносителями у тебя забит буквально весь инвентарь. При этом отмечу, что одновременно заряжать и энергоячейки, и батарейки нельзя. Ну и на этом всё. Я рассказал и показал весь функционал данного подмода. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии. Следующий ролик из цикла будет посвящен подмоду Home Solutions. Он отлично подойдет всем тем, кто мечтал создать базу своей мечты, так как количество вещей для декора в нём просто зашкаливает. На сегодня всё, с вами был канал Играриум, я желаю вам всего самого хорошего, увидимся, до новых встреч.